Максим Павданович 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 Цветок родины. Восемься. У 1911 годе поэт, я кен казау сам, вел в мел великое счастье. Ён павачил вансковшим. И приехал на кольки дём у яне старую столицу Венью. С неизвечайной радостью переказывал тут поэт своим знайомам, что гэта было для его за счастье. Бо далёкая незнаная батьковшина Беларусь не як дивно чаровала его и бабила до сябе от того часу, якён пачал жить свядомым життём. Самае имяя е будила в души поэта дивный стан, и сдавалася я бы, что вось-вось брызнуть слёзы зьявок ванши. Беларусь, твой народ дочекается золотистого ясного дня. Погляди, где кусок разгорается, скольких марок залётных огня. Ты не сгаснешь, ясная зараночка, ты ещё светишь родный край. Беларусь моя, краинобранышка, встань, свободный шлях себе шукай. Народ, беларусский народ, ты тёмный, слепый быцинкрот. Тобою всякды пахарджали, тебе не пущали з ярма, и душу твою обокрали. Уёй, навотмогу немало. Сбудзившись от грозной бяды, у весь полный смиротной жуды, ты невольный грыпнуть ратуйте, и мусишь ты, дякую крыша. Почуйте же вы, почуйте, кто умеет с вас сердцем чувать. У парта и неоспыльно высекал ли он со своих слабых грудей харачий огонь почуття. Не трэба истил чужие люди, шукаючи глубоких и тревожных дум чулага и хвалюючого почуття. Душу радуючей красы. Не трэба, бо и у самих есть, писал поэт. Кто, скажет, не мог жить Максим Богданович летом 1911 года? Не ведаем. А лес разумела одно. Белорусская мярсинка для Богдановича имела такое же значение, как Болдин для Пушкина. Звук Кавенера зашла над землёй, светлые отгадки с собой прожила. Помнишь, каля я споткалась с тобой, зорка Венера зашла. С гэтой пары я почал углядаться, небо дашно и зорка шукаць. Тихим каханем к тебе разгорацца, с гэтой пары я почал. Глянь, инширасная е урастанье, там мы злюёмся в погляды свои. Как хоть на миг у вас кресла каханье, глянь, инширасная е. Максим Богданович подал свой флоридичный волос у меня лёгкий час, коли белорусский народ был так мощно и безлитосно провинеченный, что сдавалось уже не махчево обудить его душу и уротовать молу. Йон же почувал и уразумел, что уротовать душу народа от губы под силу только слову, только песни. Корыстающейся скарбницей густной народной почести, Йон писал простые и в образно-яркие творы, бо верный им хнувся быть корыстным и сразумелым белорусскому народу. Ай, лявониха, лявониха моя, вспомяну тебе ласкавым словом я, чёрный пух твоих загнутых бревенят, бочки яркие без золу их подля, вспомяну твою рухавую постать, вспомяну, як не видела целовать. Ой, лявониха, лявониха моя, у тебя бипал, бёски кумам я, знала ты их запросить, покшуставать и дарочи слово доброе сказать, и разважить, и мучка взвесарить, а часами и до сердца притулить. Ой, лявониха, лявониха моя, дай же Бог тебе должейшего життя, дай на свете с умным радостно прожить, всех в окол, як веселила, веселить. Ахай, Николе, не забуду тебе я, ой, лявониха, лявониха моя. Ягу похоронили у Ялте, як ему гене проходит життё, осветленное хоростком и прониклённым теплотою зоркий Максим. Узняло, красочи, над тобою життё, над твоим не сгорающим сердцем. Узняло, як мячи, как протять, не быть тёртым, и оховывать поэтов бессмерти. Дякую вам всем за увагу.